ну что добрый день зрители подписчики сегодня отправлюсь в природную зону около ульма расположена на дунае что хочу все не показать я хочу показать устройство современных городов как они выглядят на сегодня до слоеный пирог перед вами заканчивается застройка города это вы сужен за город на дорогу это у нас вчера ребята сажали мусорный контейнер с бумагой через дня хэллоуина я сейчас отправлюсь по вот этой дорожке дунаю на мост и так вы посмотрели это первая линия города сейчас мы рассмотрим отделение города промышленной зоны по новым планам застройки городов и так я проезжаю первую зону которая отделяет город от промышленной зоны это лесополоса на приблизительно метров 700 800 и следующим пунктом у нас будет автомагистраль которая проходит через лес как здесь вы видите стадиончик где местные жители могут проводить свой спортивный досуг и так по аллейке едем дальше до автомагистрали вот этот тоннель через который проходит велосипедная дорожка здесь площадка где детей учат правила дорожного движения и езди на велосипедах в городе а сверху расположена автомагистраль как вы видите мчатся машины едем вот автомагистраль вид уже с другого ракурса это местная развязка домики на окраине города опять же лес гёглингский дорога на гёглинген это то место где после умского сражения гостил и почивал наполеон вонапарт ну а нам сейчас он туда дальше сторону дуная в промышленную зону так начинается вторая часть разделительный отделительные полосы города от промышленных объектов дорожка идет немного вниз пара мостиков и мы въезжаем в природу охранную зону придунайская около города пуль вот так выглядит немецкий знак природоохранной зоны птичка зеленом треугольники снизу знак здесь написано что можно делать что нельзя собак не отпускать на лодках не плавать не купаться по газонам не ходить и не мусорить вот так выглядит мостик через дуной с освещением здесь можно ходить и ночью вот такая вот местность деревья разлив дуная небольшие труды уток здесь полно как раз полетели это относится у нас сегодня по химтрейлере маленько вот поутру такая вот красивая панорама в небе а тут все прошло камышом и он там дальше разлив как пруды но здесь мы уже приближаемся промышленной зоне я дальше двигаюсь по мосту тоже разлив вот такие вот широкие рукава дуная еще один залив небольшой рыбы которые живут здесь рыбаков не видно вообще кто-нибудь ловит вот мы практически прошли 2 полосу отделяющую жилую зону от промышленной вот я въехал в промзону выезд на автобан выезд в город по этой дорожке я приехал сюда вот и сама промзона называется на до наутай вот предприятие называется за и бергер сегодня 1 ноября у нас праздничный день по идее ничего не работает но здесь вот кафешка посмотреть куп машины стоянки народ приезжает сюда специально пообедать попить кофе выходной день это заезд на предприятие даже на русском надпись поступление товара он сама кафешечка достаточно большое помещение расположены в промзоне ну как видим сидят посетители николай александрович милютин в проекте соцгород планированию которую занимался немецкий архитектор ernst май воплощал идею градостроительства в 30-е годы двадцатого века в ссср как мы видим подобное проектирование использовалось в германии уже после войны существенным недостатком такого планирования городов является отсутствие объездной дороги и узкие дороги в жилой зоне я показал вам сегодня действующую схему проекта соцгород в германии по ней был построен сталинград и многие другие города в ссср для современных менеджеров из высшей школы экономики россии филиала ссоруса по обучению руководящих кадров для россии такое градообразование строительства является расточительством и очень неперспективной затеей хотя устранив имеющиеся недостатки данная модель градостроительства может применяться достаточно успешно а пример успешного применения данной модели города я вам сейчас продемонстрировал на его ну пожалуй самые главные улицы этой промзоны граф аркуш трассы здесь расположен завод компании виланд здесь справа бывшая гардена называется теперь немного по-другому но выпускает то же самое вот ребята пошутили сделали здесь вот такую веселую уточку прям под сосной здесь начинается промзона тут у нас наша зеленая зона отделяющая часть города он под названием виблинген от этой промышленные зоны и так я вам показал планировку современных промышленных городов то есть жилая зона лесопарк зона отдыха разделена эта зеленая полоса на две части которую делят между собой автомагистраль опять же зеленая полоса с рекой и мы оказываемся в промзоне как видим ничего здесь не коптит нету никаких чумовых химических выбросов то есть живя в жилой зоне промышленная зона вам абсолютно не мешает до работы вам буквально пять минут если вы здесь работаете ну в общем и все на сегодня то что хотел вам показать опять же вот и вы старые до потопные ну на этом все всем удачи пока поделитесь этим видео с близким человеком на это все жми колокольчик чтобы не пропустить новые видео пишите комментарии и читайте комментарии там иногда умные люди пишут умные вещи всем добра